Чтобы насладиться прогулкой на свежем воздухе, жителям Зашекснинского необходимо обзавестись резиновыми сапогами. Все дело в том, что зловонный ручей затопил лесную тропу. Запах распространяется далеко в лес. Череповщане в соцсетях предполагают, что источником могут быть очистные сооружения, которые находятся как раз за этим забором. Не пройти что ли? Никак. А тут? Тут везде глубоко. Думаю, что вам в сапогах у этих не пройти. Сейчас излюбленная череповчанами лесная территория возле тропы здоровья больше напоминает болото. Если нет необходимой экипировки, то придется проявить навыки эквилибристики или вернуться назад. Черная жижа вытекает из-под забора и устремляется в ручей, который в свою очередь несет ее вглубь леса. Дело в том, что говорим, что там чисто реки. Да, да, да. Все говорят. Волгу спасаем. Столько денег сюда выделяется. Да, да. Вот я тоже об этом думала. Что думаю. Очистные. Думаю, как же интересно, до туда доходит. И такой запах вообще. И он идет все там ручьем темным. Главное, чтобы было понемногу, но в этом году вообще непонятно чего. Да, в этом году. Очень. Река идет. Зловонный запах от так называемой реки разносится по округе. Почувствовать его можно даже в полукилометре от эпицентра. А там по тропе здоровья тоже пахнет чрезвычайно. Так а там же в Канаде, там же, там же это же вот этики. Так вот я и говорю, что раньше не пахнуло. Люди говорят, родник, родник где-то бьет. Я говорю, сходите, вон где родник бьет. Запах-то стоит. Такой родник. На тропе здоровья даже в будние дни многолюдно. Погулять вдоль лесных дорог и насладиться пейзажами любят и взрослые дети. Но сейчас замедлить шаг и подышать свежим воздухом не представляется возможным. Чувствуете запах? Вчера вообще ужасный был запах. И вот это так уже несколько дней. Раньше вот не было такого. Вот мы ходим уже много-много лет. Никогда не было такого, чтобы был запах. Ну, на 500 метров я ушла. То есть я оттуда его уже учувствовала. Ну, сейчас вот уже принюхалась. Вроде нормально. Или меньше стало пахнуть. Запах не сильно омрачает вам? Прогулку. Да нет, вот сегодня. Мы проходим, так же уже. А чуть-чуть что-то есть, да, сегодня еще? Да, немножко. Гуляющие рассказали, что аромат сочистных сооружений стоит на тропе здоровья уже пятый день. В водоканале же отметили, что утечка произошла три дня назад. Несмотря на неприятный запах, по словам специалистов, фекалий в этих водах быть не может. Утекли они со снегоплавильных установок. 13 февраля при проведении работ по очистке песколовок произошло засорение дренажа и ловой карты. И в результате часть вот этой осветленной талой воды вышла за пределы карты и оказалась преимущественно в защитной канаве, которая находится на территории очистных сооружений. Специалисты водоканала в тот же день засор устранили. И вчера, сегодня проводили работы по откачиванию вот этой талой осветленной воды. Также в водоканале рассказали, серьезного вреда природе нанесено не было. Тем не менее, Росприроднадзор и Роспотребнадзор проведут проверку данного происшествия. Ситуацию держит на контроле и природоохранная прокуратура. Алена Колчина, Сергей Павлов, Новости. Редактор субтитров А.Семкин